Духовный мир. Как его увидеть? Всего одно условие. Мир вам, сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Мы все сталкиваемся с вещами, которые не всегда объяснимы нам, и есть такие понятия, хорошо известные, как ангелы, архангелы, сатана, демоны, бесы. В Библии написано, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы и века сего, против духи злобы поднебесных. И, конечно, все это реально. Конечно, не забываем. И с этого нужно начинать как Бог, Иисус Христос и Дух Святой. Это все духовный мир и жители Его. Почему кто-то может говорить о духовном мире и смело рассуждать на такие темы, а кто-то нет? И физическими глазами мы духовный мир увидеть не можем. Но как научиться видеть духовный мир, живя здесь на земле? Но Иисус Христос в Евангелии сказал одному из фарисеев, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Если Господь сказал, что есть те, кто не может увидеть Царство Божие, значит, есть те, кто может увидеть. И сегодня мы поговорим за один шаг, одно условие, чтобы увидеть Царство Божие, духовный мир. Это родиться в духовный мир. Родиться свыше. Почему и что это значит, я постараюсь последовательно в этом подкасте объяснить пошагово, от меньшего к большему, от известного к неизвестному. Откройте для себя духовный мир и научитесь его видеть. Мы часто сталкиваемся с вещами, которые не всегда поддаются объяснениями, такими как ангелы, архангелы, сатана, демоны и бесы. В Библии написано «Наше брание против крови и плоти». Посмотрите этот подкаст, чтобы исследовать духовную сферу и обрести более глубокое понимание. Не забудьте подписаться, чтобы узнать больше о духовном мире. Видеть физически ангела. Можно ли увидеть физическими глазами ангела или кого-либо из его посланников, Божьих посланников? Можно. Это возможно только при условии, если сам Бог этого захочет. Откроем на примере книгу числа 22 глава, стихи с 31 по 33. «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел Он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое. И сказал Ему ангел Господень, за что Ты бил ослицу Твою вот уже три раза. Я вышел, чтобы воспрепятствовать Тебе, потому что Твой путь Твой не прав передо Мною. И ослица, видев Меня, отворотила от Меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от Меня, то Я убил бы Тебя, а Ее оставил бы живою». Это книга числа 22 глава, стихи с 31 по 33. Здесь волк по имени Валаам шел, чтобы проклясть народ сынов Израиля. Но на пути его встретился ангел Господень, который препятствовал ему. Здесь сначала ангела не было видно, только ослица его увидела и остановилась. Позже ангел Господень явился и в Валааму. То есть можно увидеть физическими глазами духовных жителей. Можно. Во-первых, не просто ангел, а ангел Господень, то есть посланный Господом. Он не сам от себя шел. Во-вторых, он говорил от лица Господнего. «Я вышел, чтобы воспрепятствовать Тебе, потому что Твой путь не прав предо Мною». В-третьих, стих 33 «Видевший ангела Господнего, видел Бога. И ослица, видев меня, своротила от меня, вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». Ослица видела не Бога, а ангела. Но Бог говорил через ангела Господнего. «И видевший ангела, видел Бога и знает его волю». Значит, можно увидеть физическими глазами ангела, если того захочет сам Бог. Раскрытие духовного мира. Взгляд за пределы физического. Видеть физически сатану, бесов. Увидеть физически духовный мир и в них не кровь и плоть, но начальство, власти, мироправители, тьмы века сего, духов злобы поднебесных. Тут, как говорит Библия, обычный человек не может. Нигде нет упоминания в Слове Божьем про такие факты. А может и можно, но Бог об этом не говорит. Как написано в книге Второзакония, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Это книга Второзакония, 29 глава, 29 стих. «Все, что Бог нам не открывает, и если оно существует, принадлежит Господу, и Он решает, нужно нам это или нет. А те факты, информация, что на Бог открыл через Слово Свое, принадлежит нам и детям нашим, для нашего пользования и научения. Мир сатаны мы не можем увидеть, только его проявление здесь, в нашем мире можно. Увидеть сатану, как Господь». Но как же Иисус говорил напрямую сатаной, когда Он искушал Иисуса Христа в пустыне? Откроем Евангелие от Луки, 5 главу, стих, 3-4. «И сказал Ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал Ему в ответ, написано, что не хлебом один будет жить человек, но всяким Словом Божиим. Евангелие от Луки, 4 глава, 3-4 стих. «Видел и говорил». Тогда посмотрим еще на одно место из Библии, Евангелие от Иоанна, 3 главу, стихи со 2 по 8. «Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо до таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал Ему в ответ, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит Ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 3 по 8. «Чтобы увидеть духовный мир, нужно родиться свыше». Здесь Господь говорит фарисею Никодиму, «Чтобы увидеть Царствие Божие, духовный мир, нужно родиться свыше». Иисус Христос был Бог, незабываемый этого. Он был сначала духовен, в духовном мире, и спустился к нам в виде Сына Человеческого и жил в теле человеческом. Давайте помнить, что Бог есть дух. Откроем Евангелие от Иоанна, 4 главу, стих 24. «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. «Когда Господь говорил сатаной в пустыне, Он был Бог». То есть, как и в физическом теле, так и Бог. Ему не нужно было рождаться свыше, Он был изначально духовен. Условие для человека – родиться свыше в духовный мир. Здесь Господь объясняет, как увидеть и делать, чтобы жить в чудесах, освобождениях, исцелениях. Это условие для человека – нужно родиться свыше. То есть, рождение свыше – это, во-первых, родиться для Бога, от имени Бога, с Его желания. Вспомним ангела Господнего и Валаама. Во-вторых, рождение в духовном мире – как личность. Человек становится частью духовного мира. Посмотрим, что говорит про Иоанна Крестителя Господь в Евангелии от Луки, стих 28. «Ибо говорю вам, что из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньшей в Царстве Божьем больше его». Это Лука, 7 глава, 28 стих. Здесь Иисус Христос говорит про различия между материальным миром и Царством Божьим. Здесь Он говорит, что пророков на земле и употребляет слово «меньший» в Царстве Божьем. «Значит, есть и большее». После Иоанна Крестителя пришел Иисус Христос, сделал, исполнил волю Божью и открыл доступ к Царстве Божьему для людей. Теперь каждый, приходящий к Богу с верой в Иисуса Христа, получает прощение, очищение от грехов. Итого, Бог исполняет, наполняет Духом Святым. Все это видно в день Пятидесятницы. Рождение свыше тогда первых учеников. А сейчас Церкви Его, состоящей из детей Божьих. То есть из рожденных свыше людей. Рожденных для Бога и от Бога. А теперь новой личностью в духовном мире. Человек, рожденный от Бога, живет здесь на земле в физическом мире. Но в то же время он уже часть духовного мира и может видеть Царствие Божие и духовный мир. Можно увидеть духовный мир. Именно в этом состоянии можно увидеть духовный мир. Почему? Откроем Евангелие от Иоанна, 14 главу, стихи из 15 по 18. Потому что Дух Святой, Иисус Христос, с нами и в нас. Более детально. А вообще сами прочитайте Евангелие от Иоанна, 14 главу. Мы посмотрим на стихи из 15 по 18. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст Вам другого Утешителя, да пребудет с Вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А Вы знаете Его, ибо Он с Вами пребывает и в Вас будет. Не оставлю Вас сиротами, приду к Вам». Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи из 15 по 18. Здесь Господь говорит о Духе Святом, который получает каждый, кто приходит к Богу с верой в Иисуса Христа. Они называются Дети Божьи, рожденные от Бога и исполнены Духом Святым. Вспомним День Пятидесятницы. Теперь, в наше время, те, кто Дитё Божье, стих 17, во-первых, Он с нами пребывает, то есть Он живёт вместе с нами, то есть как с нами в доме, в квартире, ещё один человек с Вами в доме. Во-вторых, Он в Вас пребывает, то есть Он внутри, Он в человеке и помогает человеку вести жизнь здесь, на земле. Если посмотреть дальше, Он нас проведёт по Своей дороге в Царстве Божьем. Сейчас мы только слышим про Него и видим Его проявления, освобождение, исцеление и так далее. А придёт время, Дух Святой нас приведёт лично в Царствие Отца. А вы исполнены Духа Святого? Если да, поставьте лайк. Теперь мы знаем Духа Божьего. Можем видеть, как Он действует, как Он, Дух, проявляется. И первое Его проявление, по желанию, это дар молитвы на иных языках. Раскрытие, наверное, духовного мира. Увидеть, значит поверить. Понятны и видимы дела нечистых духов. Почему мы можем видеть и знать Духа Святого? Потому что Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Мир, нерождённый свыше человек, не может принять его, потому что ему нужно потрогать руками. Только тогда он поверит. А мы знаем его, потому что он в нас и с нами пребывает. Друзья, ведь Дух Святой – это Дух. И изучая его, мы также изучаем свойства и проявления духовного мира. Как познаем Духа Святого, так и познаем и мир сатаны, начальств, властей. Когда в нашей жизни становится естественным проявление Бога Отца и видим благодать Его, проявление Духа Святого, дела Иисуса Христа, нам становится понятно и видимо дела нечистых духов. Всё это становится естественным. Но рождённому свыше человеку, Дитью Божью, отпадает потребность изучать мир сатаны, так как мы познаем Бога Создателя. Сатана – это создание. Друзья, нам хорошо нужно знать, кто Создатель, а кто Творение. Создание – Бог Отец Творец, который создал наш видимый и невидимый глазу материальный мир. Он выше всего. Бог создал как материальный мир и духовный мир со всеми Его творениями. Бог выше всего. И нам Бог Отец говорит изучать, иметь близкие взаимоотношения с Ним, Создателем. Потому что Он принял нас, как своих детей. А вы дитя Божье? Если да, поставьте лайк. На сегодня много информации, поэтому я буду заканчивать. А в следующем подкасте я расскажу, что в духовном мире могут знать некоторых людей из нашего материального мира и даже по имени. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит Библия о ангелах, о духовных личностях, о рождении свыше. Более того, мы еще много будем говорить на теме Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего разрешения сейчас я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили слово «Откровение от Духа Святого», конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, вы помогаете служению, спасению и распространению Слова Божьего. Аминь. Аминь.